Света? Никита? А как мы сюда попали? Меня больше интересует, кто нас сюда приковал. Меня тоже приковали? Это что такое? Слушай, это не похоже на обычную тюрьму. Это похоже на тюрьму строгого режима, ты посмотри. Здесь даже двери, они бронированные, здесь нет сетки. Даже кровать деревянная. А где все подушки, одеяло? Никита, смотри, там еще камеры за нами наблюдают. Ребят, мы вообще не понимаем, за что нас могли посадить в эту тюрьму строгого режима. Я законопослушная. Не знаю, как там Никита, но я хожу дорогу по пешеходным переходам только на зеленый свет. Мою руки. Короче, я очень-очень правильная. Так я тоже тогда правильный. Я тоже дорогу перехожу только в положенных местах. Но такую тюрьму я ни разу просто не видел. Я тоже, потому что нас взяли, приковали, мы даже не можем пошевелиться. Я не могу просто спуститься на пол и походить, осмотреть эту камеру. Фин, а что и жмет? А у тебя, может, есть что-нибудь вообще? Хоть что-то? У нас даже ничего нет абсолютно. Ааа. Ни стола, ни воды, ничего. У нас вот только туалет общий есть, кровать и вот умывальник. Никит, слушай, смотри, там есть кнопка вызова. Может, эта кнопка вызова для охранника? Попробуй нажать. А как я тебя нажму-то? Я не знаю, как-нибудь на кой дотянись, да еще? Ну, вроде нажал, сейчас придет, наверное. Я надеюсь, нас просто отпустит хотя бы вот здесь вот. Уже давит. Ааа. Блин, уже много времени прошло, и никто к нам не пришел. Может, ты не нажал, а? Да нажал я. А если вот нам плохо стало, или мы воды захотели попить, они же даже не придут. Блин, что же делать, а? Ааа, должен же охранник прийти там, дать нам позвонить. Вообще рассказать, почему нас задержали и оставили здесь вот в таком положении, а? Да мне вот тоже интересно, за что же нас посадили. Слушайте, вы недоблогеры. Вас приговорили к пожизненному заключению в тюрьме строгого режима. За то, что снимали ролики вместо школы. Ну как говоришь, ничего не делала? А снимала ролики вместо школы? Нет, я снимала ролики и ходила в школу. Я не знаю, откуда у них такая ложная информация. Наверное, ты снимался и не ходил в школу. Тогда бы тебя сюда не закрыли. Я не хочу тут пожизненно. Тут нет одеялок, подушек, мультиков, шоколадок, мягких игрушек. Я не хочу тут пожизненно быть. Ни в какой камере нет одеяла, мультиков и подушек. Не ной, от того, что ты ноешь, ничего не изменится. За примерное поведение, я слышал, могут, кстати, срок уменьшить. Не знаю, с пожизненным работать или нет. Конечно, не работать. Если пожизненно, значит пожизненно. Блин, я хочу снять эти наручники, они мне давят. А это все ты со своими роликами. Я тоже хочу наручники снять. Зачем вообще нужны наручники, если нас уже посадили? Что? А что это такое? Щеколда какая? Никита, ты дотягиваешься до Щеколды? Дотянулся. От нее смысла вообще нет никакого толку. Это чтобы можно было кровать вот так к стене прижать. Я не могу так больше лежать. Я сейчас к тебе спущусь, Никит. Отодвинься. И как ты спустишься, интересно мне знать. В другую сторону отодвинься. Блин, а. Ну я не могу уже так лежать. Я уже вся затекла. Блин. А что вот это за штука? Нифига себе, ты видела? Тут вместо воды шарики какие-то выпадают. Может пригодится, а? Здесь даже воды нету. Классно. Пожизненно не мыться, не дубы чистить, ничего. Классная камера. Ну ничего, есть один вариант. Вот так просто пилить, пилить, пилить металл от металл. Может когда-нибудь перепилим. Никит, давай думай, ты же у нас мозг. Я ни разу не был в камерах строгого режима. Слушай, а может этот мячик надо кинуть вон в ту штуку, а? И что ты? Ну я не знаю, может там какая-нибудь кнопочка, и что-то там откроется, на нас что-то выпадет. Ну кинь. Ой-ой-ой, Никит, достань, пожалуйста. Как? Ты мне скажи... Как видишь, никакая кнопочка не сработала. Такое только фильмом бывает. Лучше ищи что-нибудь, может перепилить чем. Посмотри по сторонам. У меня только ногти. О, я что-то нашел. Что там? Бумага. У нас хотя бы бумага есть теперь. Там что-то написано. С нами случилось до вас. Найдите ключ, потайнуй дверь и уничтожьте все архивы. Либо это какой-то прикол, либо здесь правда кто-то был до нас. Никит, тут реально кто-то до нас был и походу оставили нам подсказку. И как я понял, у них получилось выбраться. Значит и у нас получится выбраться. Для этого нам надо найти ключ. Видимо ключ от наручников. Ребят, в общем, как мы поняли, до нас тут были какие-то блогеры, которые по той же самой причине, как и нас тут закрыли и заперли. Они смогли выбраться, они смогли найти ключ, уничтожить какой-то архив. И у нас это тоже получится. Для начала нам нужно найти ключ. А еще здесь написано, что здесь есть какая-то потайная дверь. Я вообще не понимаю, где здесь ключ, тем более потайная дверь. Единственная дверь, которую я вижу, это вот эта. И еще вентиляционный люк. Может быть это и есть потайная дверь? Ну давай тогда как-то освобожать ключ. Но если они написали найти ключ, значит он где-то... Где-то поблизости, потому что их может так же приковали, как и нас. Значит надо где-то вот недалеко от нас искать. Никит, я похоже что-то наподобие ключа увидел, вот. Я не вижу. Да попробуй достать, это можно достать? Да, я подцепила. Ладошку подставь снизу. Это же ключ от наручников. Ребят, мы смогли найти ключ. Освобождай себя, а потом меня. Блин, какие же эти блогеры хорошие, которые до нас были. Они нам ключ здесь оставили. Никита, своди меня, я тебя прошу скорее, я не могу. Давай, давай вторую. Ну, открывай. Я не могу открыть, Никит, ну открой мне. Мы свободны частично, частично мы свободны. У нас хотя бы руки немного отойдут. Хотя бы теперь погулять можно. Ура, наконец-таки. Давай теперь быстрее не отвлекаться, мало ли сейчас в любой момент может охранник зайти. Давай вентиляцию смотреть. Здесь по-любому пытай на дверь. Блин, чтобы ее открыть понадобится отвертка. У тебя же ногти, ты говорила, есть. Ты издеваешься, а? Можно, конечно, попробовать. Нет, Никит. Давай дверь хотя бы подолбим, может кто-то и придет, а? Охрана! Охранник! Охрана! Блин, это бесполезно. Я устала уже долбиться, но никто к нам не придет. Давай хотя бы полежим, подумаем, что нам делать дальше. Капец, ты посмотри, блин, они даже не замка здесь ничего не... Они сделали, они все запаяли. Нет, ну где-то же должен быть потайной ход. Не просто так они написали. Найдите ключ, потайную дверь и уничтожьте все архивы. Да может, это вообще шутка от охранников? Шутка? Ты думаешь, охранники стали бы нам подкладывать ключ и освобождать нас от наручников, а? Ну, может, так и задумано. Они и так хотели нас освободить. Блин, короче, давай отдыхать, а? Никит, хорош спать, а? Вставай, Никита! Да, Господь, у меня дел никаких нету еще всю жизнь. Блин, сколько мы здесь уже, а? Очень долго. Пойду хотя бы умойся. Иди. В смысле? То есть не там воды, не тут воды? Может, там ее совсем мало осталось, а? Никит, ну встань, посмотри, там вода хотя бы есть, я не дотягиваю. Может, кран просто не работает? Да нет, я его повертела, ну посмотри, а? Конечно, там нет воды, там, блин, бумага какая-то лежит. Чего? Никит, это не просто бумага, это шоколадка? Какая шоколадка? Ну вот шоколадка. Это ребус какой-то. Ребус в виде шоколадки. Может, это те же блогеры оставили? Ну, скорее всего, это они оставили. И что это такое? Ну, не знаю, может, что-нибудь найти надо. Где квадратики? Вот квадратики какие-то, вот квадратики. Но они явно не подходят. Ну, потому что, смотри, какой тут рисунок, а какой тут рисунок? Ну, здесь логично. А вот эти, по-моему, как раз-таки подходят. А при чем тут цифры 14? 14-й квадратик, наверное. Раз, два, три, четыре. Ну, короче, давай что-нибудь в этих плитках, что ли, искать. Слышишь? Нет. Слушай звук, какой здесь? И какой вот здесь? Ну да, отличается. И какой в этом смысл? Ну, я не знаю, может, там внутри что-то спрятано. У тебя есть что-нибудь, пилочка какая-нибудь? Ногти. Ай. Слушай, ну тут еще 14 написано, не просто же так, а? Ну, давай я, может, попробую 14 раз на нее нажать или постучать. 14? Бред какой-то. Никит, смотри, открылась. Офигеть, она открылась. Это вот, походу, потайная дверь. Пойдем быстрее. Никит, и стоп. Стоп, стоп. Помнишь, мы обнаружили камеру? А что если там сидят охранники и наблюдают за нами? Тихо, тихо. Они же увидят, что мы сбежали. Давай тогда сделаем вид, что я типа умываюсь, а ты там приду, что-нибудь повесь, закрой ее как-нибудь. Ой, какая водичка хорошая. Никит, все готово. Отлично. Валим отсюда. Да подожди ты меня, Никита. Ну, быстрее давай. Никита, стоп. Что такое? Давайте записки обратно положим. Мало ли таких же блогеров, как и у нас посадят. Давай, давай, только быстрее. Ключ, ключ, Никита. Все, пойдем. Это что за котельня такая, трубы какие-то? Да неважно, главное отсюда побыстрее выбраться. Телефон, да ну, телефон работает. Серьезно? Да нет, блин. Батарейки вроде есть. Короче, давай валить отсюда и клади все на место. Дверь. Закрыто. Блин. Никит, слушай, а что это такое, а? Это же сигналка. Тут еще сигнализация есть. Никита, осторожно, там что-то угодно здесь. Капец, здесь вообще нужно быть как можно аккуратнее. Ну, давай искать, может здесь тоже как-то надо выходить же. А зачем тут трубки для хомяков? Да это не для хомяков, это, наверное, отопление какое-нибудь, может, что-то трубы, вода же. Короче, давай осматривать тут все. Только это труб аккуратно, они же могут быть горячие. Ого, Света, смотри, вилки какие-то. Нафиг они очень нужны здесь? Слушай, а может попробуем замок взломать? Пойдем быстрее. Блин, не получается. Конечно, не получается, мы же блогеры, а не взломщики. Эти вилки нам просто-напросто вообще не нужны. Может они для чего-то другого нам понадобятся, а? Ну оставим пока. Единственный вариант, это телефон починить. Блин, трубка не работает. А если вот так вот? Дайте знак, что вы здесь, и мы откроем дверь. Это что сейчас было? Никит, это из телефонового блока. Дайте знак, что вы тут. А как мы дадим знак? А кому мы вообще дадим знак? Эй, эй. Вспомни мелодию. Тын-тын-тын, тын-тын-тын. Да мелодию я помню. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Кому знак-то давать? Я вообще ничего не поняла. Кому этот знак подавать? Зачем этот знак подавать? Нет, я знаю зачем, чтобы мы отсюда выбрались. Но зачем? Какой в этом смысл? Как вообще его подать? Я не пойму. Эй, эй. Знак. Может дверь постучать? Ну мы стучали, но ничего же не вышло. Ну так а теперь-то мы знак должны дать какой-нибудь. Знак. Мы тут. Мы подаем знак, ау. Слушай, а может по трубам вилками постучать? Вряд ли за дверью кто-то сидит. А здесь по трубам красные, может на втором этаже, или может где-то снизу. Точно, у меня же мама так делает с соседями, иногда перестукивается. Мы знак подаем, если что. Я устал уже стучать в эти трубы, но ничего не происходит. У нас только телефон мелодию, какую-то издают. Мы стучим и все, и ничего не происходит. Слушай, а может не просто так из телефонного блока эта мелодия звучит? А для чего она звучит? Просто тот мелодию поставил, блин, играет и играет себе. Кузнечик обычный. Точно, это же мелодия из песенки про зеленого кузнечика «Самая узнаваемая». Я еще помню, я тогда ее в детском садике пела. Ну и что? Эту песню вообще каждый знает, ее все слышали. Как что? А может ее именно и надо настучать? Подожди, а ты вообще помнишь, как ее настучать-то? Ну да, очень просто. Вот так, смотри. Ты слышал? Это что было? Похоже на щелчок. Никиту, дверь открыта. Быстрее тогда. Это что за комната такая? Видимо, это комната там, где сидит охранник. Сейф, вот еще сейф, календарик. Ты смотри, здесь опыты всякие проводили страшные. Банда, фантомасы, санитары, белый крест. Кодовая панель. Никит, не нажимай, если заблокируется. Нам же нужно как-то отсюда выбираться. Вот дверь, вот код. Подожди, поверни ключ, потяни дверь, веди код. Две попытки. Никит, тут всего две попытки вести код. Блин, а ты тут щелкаешь. Ну вот. Похоже, у нас уже осталась одна попытка. Ну давай тогда смотреть, календарь какой-то. Никит, смотри, у меня тут куча листов с какими-то цифрами. Может, это и есть коды? Давай, говори сейчас коды, я попробую сейф открыть. Двадцать три, шестьдесят один. Шестьдесят один. Не работает. Двадцать четыре, пятьдесят четыре, два. Пятьдесят четыре, два. Никита, не двигайся. Не двигайся, не двигайся. Не двигаюсь. Никита, подвинься, накрой. Я надеюсь, нас не спалили. Блин, навешивают своих камер, блин. Давай дальше, быстрее тогда. Один, два, три. Три. Четыре. Четыре. Девять. Последний. Сорок девять. Сорок девять. Пятьдесят три. Пятьдесят три. Восемь. Восемь. Блин, а? В смысле не работает? Так может, тот сейф там переберем эти коды, а? Ну давай только их капец, как много. Подожди, это что такое обведено? Четырнадцать, двадцать, три, четыре. Ну мало ли, охранники обвели дни рождения свои, а? Только на одном месяце? А ну-ка, еще расскажи их. Четыре. Четырнадцать, двадцать три. Работает. Это что такое? Это, это, это же архив какой-то. Документы разные. В общем, ребят, мы открыли сейф, а тут куча архивов. И у нас еще в камере была подсказка. Найти ключ, мы его нашли. Найти потайную дверь, мы ее нашли. И уничтожить архивы. Нам нужно найти наши архивы, уничтожить их. Чтобы нас снова не посадили, а то у них такси данные наши. Здесь есть все по буквам? Я Света, значит, мне нужны архивы под буквой С, Т, Н, ты Никита. Я Н, Никита. Банда самозванцы. Блин, тут все одни эти бандитские группировки, но меня нету. Солнцевские. Блин, а здесь вот они мои архивы, все мои фотки. Смотри, Свет. Серьезно? Вот за тобой так и следили? Смотрите еще, тетрадки, как будто мои. Это не мои, сфабрикованные, смотри. Типа я плохо учился. Из-за этого меня и посадили. Якобы я снимаю ролики и плохо учился. Жесть, конечно. Ну и тебя поздравляю, ты нашел свою папку. Я свою папку не могу найти. Я С, Света. Ну ты же Света Кеймер, может быть на КС. Точно, ты посмотри. Это я в магазине. Это я с медведем. За мной тоже следили. В смысле? Это вообще не мой почерк. Я не так пишу. Ребят, вы только посмотрите, подделали мой почерк, мою тетрадку. Наши дела кто-то подделал. Мы с Никитой снимались и учились хорошо. Я не знаю, кому это нужно было. Еще и моя фотокарточка. Еще и следили за нами. Нас кто-то хотел просто подставить. Кому это только нужно? Никит, я предлагаю забрать наши дела, все положить на место и бежать отсюда. Никит, давай уже перебирать коды. 23. 23. 601. 601. Не открывается. Давай другой. 24. 542. 542. Тоже не подходит. 1, 2, 3, 4. Никит, он не работает. Тут кнопки не нажимаются. Силь заблокирован. Следующая попытка через 5 минут. В смысле через 5 минут? Это очень долго. С ума сойти. 5 минут сейчас главное, чтобы никто не пришел, потому что мы камеры уже как давно завесили. Они могли уже все узнать. Блин, ну ждем 5 минут, что еще делать. Сейф разблокирован. Никит, сейф разблокирован, давай. 1, 2, 3, 4, 9. 1, 2, 3, 4, 9. Нет, не тот. Хоть бы он не заблокировался еще раз. Давай, 49, 538. 538. Нет, Никит, он открылся. Ключ, документы все, бери. Давай, быстрее. Шапка. Дверь открыта. Дверь открыта. Дверь открыта. Блогеры сбежали.